так ребят начинается блеск он спириту лог спасибо тебе за 133 пикоина очень приятно спасибо за поддержку я не понимаю объясните мне вот как в этом плеере менять качество чё но чё с ним происходит еще на постоянно снижается не а правда фризит что-то сейчас steam liquid на всякий случай открою так и стрим вырубаю лимкин парк в этом году по ходу уступать там будет на близконе в прошлом металлика была не только twitch обновляйся 8 минут остаются до блескона ожидаем мы уже старта 6 7 заключительный день да как бы если кто-то мне подскажет где здесь качество меняется буду очень благодарен в этом плеере потому что я не понимаю где ну не может быть что она не меняется понятно что он автоматом фризит и меняет автоматом это по первому starcraft у какой-то nation war идет судя по всему вот кстати говоря напомню что на кипет кто вообще ставки ставит кому интересно конкурс проходит для тех кто ставит у меня есть в описании он каналов с к 2 tv и гуд гейма в ссылке есть как это делается есть и правда в этой ссылке нету я там ну небольшой аналитику дал я-то for fun это дел естественно пусть но это не как бы там реальные были деньги но я с этого ничего не ну не получу естественно вот ну тут не в этом как бы запилил я на мару на dream а ставки в общем то почему пушу мару 25 условных единиц и 100 100 давай там между стримерами конкурс еще шмару рога выигрывает обычно это тиммейт я думаю здесь верно dream против гидры по статистике гидра три матча dream а выигрывал вот но но это было в четырнадцатом году сейчас я думаю что слишком завышен на гидрокоффициент это евро кореец вообще поэтому на dream а вот на азиэста запилил так как слишком большой на него прям коэффициент ну а с инновейшном у него поровну по статистике точнее даже по статистике больше зест выиграл новейшина чем innovation зеста просто недавно он проиграл ему и я думаю что сейчас может все поменяться это заманчиво здесь на классе как будто биял никогда его вообще не выигрывал ну а здесь на фэнтези за гигантского коэффициента вот так вот ну посмотрим как конкурс там сложится вот такие то вот дела ну вот опять фриз пошелся с 5 по ходу качеством не поменяет так на пол за 5 коэффициент но на пол то против рейна полд может удивить но я думаю что навряд ли он удивит ну че он меняет то какого хрена как можно чертов плеер смотри так ребят скиньте пожалуйста twitch кто-нибудь мне ссылку на twitch потому что по ходу здесь как-то ну если все время он будет менять это будет вообще не очень спасибо за ссылку ребят надеюсь хоть twitch лагать не будет хотя хрен его знает последнее время twitch тоже не сильно то радовал да twitch вообще фризит дико это будет печально если на близко не так вот недавно до выкота нового плеера на twitch все идеально пошло сейчас когда дерьмо началось запись запись конечно же будет абсолютно точно ладно оставлю пока вот здесь сейчас вернусь ребят ждем начала как а я а так я и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ихитрил Хэппи. Да Хэппи Винирах тут как бы сам понимаешь. Он не играет с такими слабенькими игроками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Топят все, за кого хотят. Но, естественно, за Лилбу я против корейцев. Если еще Лилбу здесь хотя бы один раунд пройдет, хотя бы Лайф выиграет, это уже будет просто неожиданно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пользователь Xmas активировал премиум на ваш канал. Иллариан поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Помечу на вкусняшки. По мячу, слышишь, тетка, пищевая. За такое можно быть отключенным. Или поменянам на мужицкий голос. Вот. Четыре единицы зрителей нас у меня тут, посмотрю, цифра стоит. Вот. Спасибо всем за поддержку, за подписки, ребят. Очень, очень и очень приятно. Фэнтези уже сидит, посмотрите. Вот. Ну-ка, еще посмотрим, кто у нас. Да, стримы Близкона. Много нихрена у Зерга там 900 человек. Откуда он там ботов, что ли, смотреть заставил? Ладно, шучу. Не гоню. Меня это интересовать не должно. Должна интересовать наша трансляция. Да. Ну, это очень интересная идея. Как я говорил, что Бест-of-5, single-лим. Есть никуда остаться. Если ты просто делаешь Метавэк-дроп, Стрит-макро, Дубль, Плипль, Сммд-центр, Вы можете просто получать Рафлестом. Я вижу, как мы можем увидеть, что мы можем говорить. Обязательно, что мы можем их об этом. Но мы можем быть об этом, но мы не забыли. Но не забыли, что это не так. В конце 3-мастерской матов, Катерица также один из самых крупных тур, Ладно, не гоните, все нормально. Все встанет на свои места. Должны игры начаться просто. Ну что опять такое-то? Ребята, а вот у кого есть тикет, кто шарит, он же тоже здесь, получается, смотрит. Просто я вот не понимаю, может быть где-то есть пол для тикетных какого-нибудь, хотя нет, наверное, нету. Тоже самое открываю. Конечно, я до конца буду стримить, но давайте без этой хрени. Начинается, подфризило. А, тикет только на 6. То есть, ну, понял, все, понял. Спасибо за инфу. Так, здесь все на Хиро ставят абсолютно. Ну, очевидно, что Хиро фаворит, но я на фэнтези здесь ставку запилил, потому что фэнтези может удивить, мне кажется. не нравится. Ой, ребят, а блин, мне с этим качеством сейчас просто… на твиче вообще жестко все фризит постоянно, давайте посмотрим, чуток свич. Пока не фризит даже. Нет, все-таки, все-таки печально. Прогноз… Ну, Хиро фаворит, но я на фэнтези проверочную тут поставил в конкурсе. Думаю, что фэнтези может удивить, на самом деле, потому что Хиро такой игрок, который всегда стабилен, но на самых жестких турнирах у него бывают осечки. То есть, я думаю, у фэнтези есть шанс, если он сейчас просто дичаще подготовился, как-то он реально может убить своего оппонента. Ну что, студия по всему сейчас игра начнется, уже полчаса у нас тут все… Ну, вот качество начинает прыгать, бесит, блин, эта хрень. Сейчас посмотрим, автоматом изменится ли оно обратно или нет. Я думаю, такое иногда будет происходить. Ну, тут 3.2 в случае, если фэнтези будет тащить, может быть, 3.2, да, в его пользу, например. Но если будет тащить Хиро, то, я думаю, 3.0 здесь будет. Да какой твич? Там вообще каждую секунду фриз. Здесь хотя бы вот так вот, как бы, чаще нормально идет. На твиче вообще там беда. Это фэнтези стал раньше дохленький был, а сейчас как-то потолстел. Такое ощущение у меня. Да это никак не влияет твич на самом деле. Обычно либо фризит везде у меня, либо везде идеально, хоть если 7 стримов запустить. Ну что, поехали. Наконец-то начинается игра, ребят. Всех вас поздравляю. Праздник Старкрафта начался 1 ноября. Близкон с 6-7 финала будут продолжения. То есть там уже 8 человек останется. Пока у нас 16. Все они сегодня отыграют. Ну и первый матч Хиро против фэнтези. До утра будет битва. Так что у кого есть возможность брать отгулы, берите отгулы. Кто Старкрафт любит. У кого нет, к сожалению, то записи я выложу на ГГП. Смотрите в записи. Я надеюсь, что... Кстати, записи надо проверить. Вроде идет даже все нормально. Как-то так. Ну что? Да не... Блин, начинается. Я особо ни за кого не болею. Фэнтези против Хиро. Я надеюсь, что вот эта хрень будет пореже происходить. Но иногда, судя по всему, пока что будет она происходить. С Твичом вообще после выката нового плеера проблема. Ну все стандартно пока. Гейт Кибернетка у Хиро рабочая. Почему на такой... Вот почему на такое дерьмовое он с качества перепадает сразу же? Я не понимаю, если честно. Я думаю, все нормально. Стабилизировалось. Потише комментаторов, да. Вот так вот нормально комментаторов, скажите. Бу-5. Какой-нибудь хотя бы на более мелкое бы прыгало. А то сразу совсем на жестик прыгает. Или же на максимум. Ну вот это странно как-то. Отлично, что нормально. Всем привет, ребят. Приезжает пробка. Фэнтези законтраливает. Пробка, правда, уйдет. Одного выстрела не хватило. Стандартный Нексус Мазеркур у Хиро. Мне уже даже непривычно этот ход смотреть. Но все нормально. Сейчас привыкнем. После первой вот этого бо-5, я думаю, сталкер у Хиро. У Фэнтези факта уже почти готово. ЦЦ-шка строится. То есть это будет передроб минок через ЦЦ-шку. Хиро заказывает, по-моему, Роба. Или что это у нас пошло? Ну, вроде не Твайлайт. Твайлайт в таких местах обычно не ставится в плане расположения. Плюс под то, что делает Фэнтези, как раз таки Роба больше подходит. А учитывая блестящий уровень Хиро на данный момент, я думаю, что он знает, что делать. Ну что, Мазеркор минус две КСМ-шки делает на мейне. При этом Хиро напрягает вторую базу там в ноль. Марика в бункере, как я понимаю, сидит. Ничего тут особо не напрягает. Не перенапрядет, точнее, я бы сказал, он Фэнтези. И скоро будет готов Старпорт. Полетят, естественно, минки сюда, к Протасу. Здесь два сталкриптация Харайси. КСМ-ку лучше увести, нет смысла ее никакого терять. Здесь почти готова стенка, можно закрыть полностью. Сейчас будет, что Фэнтези и делает. Это очень эффективно против Дарков, потому что если есть стенка, можно... Так, хороший. Блин, как Хиро контролит? Конечно, он в ябл просто в этом плане. Чуть КСМ-ка криво стала, сразу же снимает КСМ-ку с продакшена стенки. В итоге три рабочих убил уже в этой игре. Как мы смотрим на робо-бэй тайминг и вещи, как Хиро, я бы сказал. Потому что это выглядит довольно быстро на Хиро. Да, это действительно было очень быстро. Дело в том, что игрок, как Хиро, он не делает много. Ну что, Обсервер заказывает Хиро. Блинк пока не делается. Один, точнее, это уже не первый далеко Обсервер, один уже на мэйне. У Фэнтези летает, и Фэнтези не собирается выходов никаких делать. У него заказан сейчас был Рэйвен. С помощью него он сможет, конечно же, Обсерверов гонять. И он делает третью ЦЦ-шку уже. То есть, он немножечко Хиро обманул, выходит на макро. Но на макро выходить тоже нужно. То есть, если Хиро сейчас какой-то пуш, например, сделает на колоссах, может очень опасно быть для Фэнтези. Здесь начинается Харас, Рэйвен летает. Ну, Рэйвена давно сфалил там уже Фэнтези. Нахрена вот ошибка вообще от Фэнтези. Ну вот вижу, какие-то ошибки делает. КСМ-ку с ХП на один выстрел подводит. Ну, ты что, блин, Фэнтези делаешь? Ну, Хиро, конечно же, ее сразу отстрелил. Нельзя таких ошибок. Это ошибочки маленькие. Но это Глескон. Тут не прощают за даже маленькие ошибки. Плюс четыре гейта у Хиро. Вижу пилон ближе к третьей ЦЦ-шке Фэнтези. У меня такое ощущение, что Хиро собирается точку с двух бас как будто бы в этой игре поставить. Блин, как я понимаю, готов. Заказан чарж. Шесть гейтов, да, строится. Это точно будет пуш двух бас. Выхода на третью не будет. Андрюх, понял тебя. Может, не после каждой. Может быть, после, там, я не знаю... Там трех ба пять, что ли, я не знаю, делать. После каждой там это... Ну, может, могу и после каждой, в принципе. Так удобнее смотреть будет. Ну что, лимита у Фэнтези 89 больше, чем у Хиро. У него есть танки. Вот. Но танки абсолютно неэффективны против чаржа. Плюс тут колосса есть. И, естественно, Фэнтези очень рискованно сейчас делает выход на третью ЦЦ-шку. Нужно быть ему предельно аккуратным. Медиваки только-только заказаны. Но Рэйвен и танки могут очень сильно ему в обороне помочь. Если грамотно он все идет. Так, скан пошел видеть два колосса. И Хиро все-таки заказывает третий Нексус. Ну, фейковый ли он или будет... Да, наверное, достраивать будет, скорее всего, Хиро. Но, в итоге, по экономике, 57 КСМ против 46 пробок. Очевидно, что по экономике Тиран сейчас просто дико впереди Фэнтези. И если Хиро собирается третий Нексус раскачивать, то это не совсем верное решение. Это очевидно становится. Апсервер сзади следует за Тираном. Фэнтези, конечно же, его видит, убивает. Но Фэнтези на Муви сейчас куда-то в центр пошел. Зачем он туда пошел? Конечно же, Хиро, если сейчас примет Тирана, будет печаль. Сейчас качество, по-моему, ухудшилось. Но, по крайней мере, не на самое дико слабое оно ухудшилось. Надеюсь, сейчас все восстановится. Сканит Фэнтези, видит, что Нексус строится. Но Хиро уже в пуш пришел сюда. Полетел дроп двух минок. Позицию у Фэнтези замечательна. По лимиту все замечательно. 1-1 грейды. Так, идет Фэнтези вперед. Марик одного потерял. Ничего страшного. Нужно наступать назад. Хиро уже ломится, по-моему. Минку фокуснула. Атака пошла. Дефенс-дрон выставлен. Больше энергии на дефенс-дрон нету. Ставят Фэнтези сейчас авто-турельки. Медиваки отконтроливает назад. Юнитов практически не осталось. Боевого лимита абсолютно одинакового. Но колосса 4 нечем. И здесь часть юнитов забыта. Ну как так Фэнтези? По частям юнит это сейчас забыл свои. Отходит тут он мародера мариками. Забирает. Третья база ликвидирована. Хотя лимита Фэнтези до сих пор больше. И Минка делает жесткий залп. Но боюсь, что против колоссов ему просто нечем ответить. Хиро уже идет вперед. Минка делает еще один залп. Еще один залп делает Минка. Очень много зелков падает. Если Фэнтези бы дома отбивался, мне кажется было бы гораздо эффективнее сейчас его оборона. Здесь у нас две минки закопались. Одна даже куда-то выстрела. По архончику она выстрела. Фэнтези тем временем контратакует. Готов ли Хиро на мейне отбиваться? Я ХЗ. Боевого лимита Фэнтези намного больше. Третий Нексус сейчас абсолютно точно у Протса опадет. Колосс один криво встал, был уничтожен. Но Фэнтези не доконтраливает. В итоге Хиро на мейн уже заходит. Нужно с КСМками как-то драться. У Хиро почти ничего не остается здесь. Почти ничего не осталось. Но почти, как говорится, не считается. Вот Доварп вынужден Протс домой делать. И Хиро телепортируется сейчас назад. Давая Фэнтези шанс. И лимита Фэнтези больше. Армии Фэнтези больше. Достаточно сейчас добавить викингов. Или просто больше бьешь, чтобы с колоссами разбираться. И все будет замечательно. Фэнтези отступает назад. Динамика игры просто гигантская. Пилоны по дороге выбил. Доварпа рядом не будет у Хиро. Ну как же Зилок? Он там рабочих уже нарезает 4 штуки. Фэнтези убежит этого Зилка одного. Единственного, который там бесчинствует. Просто вот наконец-то убил. Но 6 КСМ забрал с собой. На 10 рабочих у Хиро в итоге больше. Фэнтези готовит гигантский просто дроп из 6 медиваков. И для Хиро... Вот он сейчас гоняется. Хиро за Рэйвеном. Так, Сикер пошел по Мазеркору. И даже долетит он до Мазеркорп. Смотрите как удар. Бах! В кораблю, в корпус. Прямо. Дропчик пройдет сейчас просто на ура. Пока Хиро идет на третью ЦЦшку Фэнтези. Фэнтези лишает Хиро второй базы. Телепорт домой пошел. Настой энергии развел. Все нужно улетать. Колосса пытался Фэнтези фокуснуть. Одного, по-моему, фокуснул. Но потерял за это медивак. Вынужден улетать. Хорошая реакция от Хиро. Очень хороший телепорт сейчас был. Очень хороший. Своевременный телепорт. Но боевого лимита Фэнтези до сих пор больше. Третья ЦЦшка добывается. Дропами он летает. Пытается разводить. Куда-то непонятно. Он сейчас полетел. Куда ты Фэнтези летишь? И еще один дроп. Ну вот сейчас, что я точно могу сказать. Вот. Я не думаю, что сейчас Фэнтези как-то будет тупить. Но как минимум в ничью он уже в легкую может эту игру вывести. Но дроп летит сейчас красным медиваком. И причем красный медивак танкует. Вперед летит то бишь. Ну кстати выжил этот медивак красный. Здесь Фэнтези разводит. Минус Архон заходит на мейн. Стоит 24 на 104 по лимиту. Рабочих у Хиро гибнет много. Контроль мультитаск от Фэнтези просто замечательный. Медивак краснющий сразу гибнет. Ну как вот можно таким медиваком дропать? На мейне Зилков Фэнтези расконтролил спокойно. 90 на 113 по лимиту. То есть по лимиту Фэнтези постоянно впереди. Нужно улетать. Сейчас медиваков только Фэнтези уводит. Биво оставляет. Но 86-112 это хорошая ситуация. Причем Тиран третью ЦЦшку добывает просто в другое направление. Ей пролетел и кидает туда Мулов сейчас. Ну что тут уже пока конечно не за Фэнтези эта игра. Но уже близок он к тому чтобы взять первую игру. Не видел что за баг, о каком ты баге говоришь. Минки копаются сейчас Фэнтези. Он стимпатчится и идет вперед без медиваков. Куда ты Фэнтези ломишься? А в сервер летит у нас. Минка делает залп по Зилку. Еще подходит юнит и сейчас Хиро. И по сталкерам Минка делает залп. Здесь две минки на второй базе. Но Фэнтези летит на мейн. Рабочих у Хиро меньше значительно чем у Тирана. Стимпак минус Псиштормовик один. Второй. Второй успел фидбэк кинуть юниты без лечения в итоге Фэнтези. Третью ЦЦшку он абсолютно точно потеряет. Но боевого это лимита у него больше до сих пор. Мула хоть выкинь отсюда. Куда же ты взлетел? Она погибнет уже. Мула хоть кинул куда-нибудь там. И кстати у Фэнтези на второй базе насколько я вижу рабочих вообще не остается сейчас. Дропчик от Фэнтези прямо на мейн Хиро идет. У него все на одном пилоне по моему здесь держится. Если я не ошибаюсь. Да. Все на одном пилоне. Продакшн Фэнтези просто сбивает своего оппонента. Минки копает на отступление Хиро. Сейчас они будут решать. Сталкеры приходят по минкам. Загуляли сейчас. Зилки падают. Медиваки. Фэнтези уводят на мейн. Протоса. Армия растянута сейчас причем серьезно. Фэнтези на хайграунде. На рампе. Хиро очень хорошо контролят. Яйты забирают сейчас. 72-126. 24-42 по боевому. Более чем двукратное преимущество по лимиту Фэнтези. Еще есть минеральцы на второй базе. Я не прав. Артосис Павел. Не Апола. Ну что же. Добавляется еще много-много юнитов Фэнтези. 80-134. 50 плюс лимита. И очевидно абсолютно, что эта игра уже за Фэнтези скоро будет. Ну что же. Хиро пытается поймать юнитов Фэнтези. Апсервер великолепно висит и сейчас может Фэнтези не уйти отсюда просто. Так. Улетает Фэнтези. Как ужасно законтролил, а. Два медивака в никуда. Не волнуйся, с утра другие эмоции будут. Когда тупеж начинается этот. Тогда всегда весело. А тупеж начнется на таком долгом стриме. Ну что. Медиваки улетели. Как я могу притормозить-ка. Такая крутая игра. Да тут все игры будут такие. Ребята. Это же Блискун. Не зря год-то ждать. Ждем мы все это дело. Ну что. Апсервер летит вперед. Видит Фэнтези. Апсак, кстати, Хиро. Нужно фокуснуть. Апсервер это ключ к победе сейчас. Потому что один хотя бы залп Минки и все замечательно. ЦЦшка с мейной сюда прилетает. Хиро ходит рядом. Минка делает залп. Минус Архончик практически. Второй пока живет. В Фэнтези очень много био. Очень Дефенс Дрон сейчас сильно зарешал. Минус Архон. Колосс падает. Номер один. Минки копаются сзади. Прямо в юнитах процесса. Но Хиро уходит вперед. Блин, опять с этим качеством косяки. На Мэйне Хиро отбивается. 69, 97 по лимиту. Неужели Фэнтези возьмет и отдаст такую игру просто? Блин, что за дерьмо вообще? В самом замесе. Ну ладно, сейчас восстановится. Что тут делать-то? Делать нечего. Ну что, Фэнтези разбирает Хиро армию. Вот один колосс все лишь остается. Плюс пара сталкеров. 83, 63 по лимиту. Сталкер минус. Колосс минус. 75, 53 по лимиту. И уже 85. Короче говоря, Фэнтези больше, Хиро меньше. Гораздо лимита. 4 архона сливаются. Но даже без ЕМП Фэнтези их разберет очень просто. Кого сменил, я не понял, он перестал лагать. Ну что, Архон еще тут прямо гигант… Хиро просто… Сейчас чудеса… Смотрите, что Хиро демонстрирует вообще. Фэнтези ломится и разбивается об архона колоссов сейчас. Но у Фэнтези добывается третья уже, а у Хиро-то третья не готова. Ну, против колоссов без викингов давным-давно играют. Это Мару начал все делать и продолжают игроки играть. По две минки Фэнтези добавляет. То, что минки он строит – это абсолютно верное решение. 77, 101 – это уже не такой катастрофический лимит, я вам скажу, для Хиро. Учитывая его, из каких юнитов он состоит в особенности. Учитывая то, что у Фэнтези нет ни ЕМП, ни викингов. Кстати, вот на этом интерфейсе ущербном грейды не видно. В Фэнтези, я так понимаю… Я вот не замечал, делали цели 2-2, а по грейдам хороший вопрос. Какие грейды? Сейчас покажите нам какого-нибудь отдельного юнита. Первое, нужно попробовать победить. Кто глазастый, можете написать. Я не припоминаю, что в Фэнтези… Хотя я вот что-то внимания не обращал, делал ли он 2-2. Или на 1-1 до сих пор бегает. Минус Марик. Ну что, Observer видит 4 медивака дроп сейчас. 135-98 по лимиту. В это время Фэнтези прорывается часть юнитов на вторую базу. Ой, летит дроп. Смотрите, 1 медивак фидбэком, 1 сталкерами. Ну как так Фэнтези? Ну… Настолько неаккуратно. Но зато вкатывает на второй базе как дроп. Минус Нексус, правда ресурс почти кончился. Минус Архивы Темпларов, очень важное здание. И на мэйне проблемы опять же выбивают гейты Фэнтези. Сейчас у Кира вообще гейтов не останется. И на третью базу врыв идет сейчас. Мультитаск просто дичайший страны Фэнтези. Вот почему стиль такой без Викинга. Просто на мультитаске Био расконтроливает. На третьей я пока не вижу результатов этой атаки. Нет, Кира здесь отбивает с оверчажем. 93-114 по лимиту. 60 уже на 80. То есть лимит очень близок. Здесь попытка выбить Observer от Фэнтези идет. Делки идут вперед. Все идет к минкам сейчас. Блин, ну Кира здесь просто чудеса показывает. Посмотрите колоссы, архоны. Неужели он вытащит такую игру? Это же жесть будет. Но Нексус Фэнтези вырубает. Минус Нексус. Нужно уходить сейчас как можно быстрее. Что Фэнтези и делает. И вот это уже решающий фактор. Потому что без добычи Хира будет очень тяжело выиграть. Минка делает залп. Но дальше прилетел Observer. Все законтролил. Хира идет вперед. Фэнтези идет в контр-дроп на мейн. Как минимум я думаю на нищую. Тиран уже здесь наиграл. Уже не упустит он здесь. Поражения не будет для Тирана. Но Хира может не проиграть по крайней мере. Потому что Микс у него жесткий. Фэнтези нечем убивать. Пробки уводятся. 400 минералов кстати у Хира есть. И пробок он много увел. Если сейчас он выбьет Фэнтези. Закажет где-то здесь Нексус. То есть шанс у него вполне реальный такой. Здесь вот Минки не копает. Фэнтези ошибка. Увел на мейн. Все-таки спас. Скан пошел. Обсервер заметил там Фэнтези или нет. Не знаю заметил ли обсервер. ЦЦшка пытается уйти. Не уйдет. Ну и Фэнтези пытается сейчас разрозненную армию Хира принять с двух сторон. КСМ и ЦЦшку отчинили. Куда она полетит. Сядет здесь или дальше улетит. Я не знаю. Хира разворачивается. Идет эту группировку ловить сейчас Фэнтези. Фэнтези нужно спускаться с мейна армии. Здесь минус все КСМ. Из тем пак куда же ты Фэнтези в лоб дерешься. Минка хороший залп. Зилок минус. Обсервер висит Хира поэтому все контролят. Ну что. ЦЦшка у Фэнтези еще останется. У Хира добычи фактически нету. То есть у него рабочие все с армией ходят. Минки копаются. Одна выжила. Не выжила. Обсервер рядом. Посмотрите. Хира у него хоть на 20 боевого лимита меньше. Но какой это лимит. Против 23 мародеров, 8 мариков, 7 диваков. Там 3 колосса и морталы. 3 архона только чего стоят. Фэнтези идет сейчас в бейс трейд. Что называется он. Кстати он может заэлиминейтить своего оппонента. То есть Хира если хочет он добычу. Ему Нексус нужно ставить будет прямо сейчас. Он будет привязан естественно к этому Нексусу. Он не сможет никуда уйти. Здесь Фэнтези еще какие-то юнитов строит. Я смотрю. Пару пробок Фэнтези забирает про стимпатчевшись. На мейне Хира все разбирает. Здания взлетают. Пытаются уйти. В это время Фэнтези фокусит Нексус. Ну и Хира очень скоро вынужден будет заказывать здание. Либо это будет не Нексус, а обычное здание. Это он сможет передвигаться, так как у него на несколько есть ресурсов. Если будет Нексус, опять же повторюсь, он будет привязан именно к нему. И для Фэнтези это будет очень хорошо. Потому что ЦЦшка у него есть и в ней есть мулы. Правда КСМ их ноль. Он ничего строить не сможет из-за сопла и блока. Это плохо, это плохо. Улетают сейчас бараки все. Кстати, на этой карте, по-моему, даже нету пространства, где здания могут спрятаться. Ну что, Хира нужно заказывать. Он заказал Нексус сейчас, и Фэнтези видит, где этот Нексус заказан. ЦЦшкой нужно садиться. Ну вот можно попытаться Фэнтези сейчас просто вырубить Нексус с теми юнитами. Но он ведь не знает, сколько ресурсов у Хира. То есть он может сейчас начать Нексус вырубать, а Хира закажет что-то еще. Это сразу проигрыш будет. Ну вот не знаю, ребят, не знаю. Опасно. Плюс у Хира есть Псиштормовик с фидбэками. Медиваки, если в рейндж войдут, там можно пофидбэчить все. Не уверен, есть ли Шторм у Хира. Были Штормы в этой игре? По-моему, не было. Ну что, начинаются долгие минуты ожидания. Фэнтези планирует как бы ему проатаковать. Дабы еще начал здесь. А, и сапплай блока у Фэнтези нет. Хира депошки не добил, это ошибка. Все, сейчас у Фэнтези продакшн будет на верхних зданиях. У Хира пробок 10, правда, это много действительно. Ну, есть. Сталкер ходит, видит, что Фэнтези рядом стоит. Хира спускается сейчас вниз. Ну, Фэнтези сможет с другого направления сейчас просто взять ворваться. Так как Хира идет убивать Фэнтези, Фэнтези... Ой-ой-ой, Хира ушел. Нужно симпатчиться, врываться. Фэнтези, врывайте же. Что так долго? Ты делаешь это, Хира отошел так далеко. Это минус Нексус, ребятки. Это ГГшка практически. Все, на Нексус больше не будет сейчас ресурсов. Хира приходит за... Успеет Хира пилон заказать? Успел. Где пилон по дороге ставит Хира сейчас? Фэнтези видит пилон или нет? Я не знаю. Пилон всего лишь один. Симпатчиться Фэнтези, минус пробки, минус пилон. Это отменяет Хира. ГАЗ заказывает просто чудеса, а не игра какие-то. ЦЦшку если забреет, все, тогда добычи у Тирана тоже не будет. И это ничья практически-то, а точно. А, погодите, КСМ и есть. Да, КСМ и есть, и 400 минералов есть у Фэнтези. Значит, это еще пока не ничья. Хира второй ГАЗ заказан, все, он привязан сюда. А в Фэнтези нужно где-то базу строить просто. Например, в правом верхнем углу на том респе и будет все... Блин, Хира живуч, живуч чертяга. В максимально далеком месте вот от этих ГАЗов нужно здание сейчас в Фэнтези запиливать просто и все. ЦЦшку. Ну, он идет в левый верхний угол, а там обсервер Хира висит. То есть он сейчас, блин, закажет там, где Хира видит по ходу дела. Ну вот, не знаю, не знаю, ребят. Ну что, ЦЦшка пошла. Хира, судя по всему, заметил. ЦЦшку выходит вперед, делит свою армию. Начинается контроль, Фэнтези катит. Как может Мазеркор выкидывает два... Сейчас две зеленки. В это время Фэнтези с другого направления. Такой-то Дитимортал разбирает всю Хира. Что же творится-то, Фэнтези? Как ты игру-то сливаешь эту? Ё-моё! Разворот. Здесь два колосса и две СН-3. Всего лишь Фэнтези улетает. Высвояся отсюда. Ягрид полетел. Ну что, летит прямо сюда Фэнтези. Прямо сюда, прямо на колосса. Дробщик пошел. Стимпак. Минус Архон. Колосс пока живет. Может газ попробовать вырубить? Один газ Фэнтези вырубает. Нужно уходить. Все, колоссы с центрями остаются больше. У Хира ничего нету. Вот здесь Мазеркора прилетает и... Так. ЦЦ-шка. Нужно уходить КСМами. В ЦЦ-шку Фэнтези садится. Красави... Просто! Что за икра вообще-то? Такая царская просто. Посмотрите, что творится. Эвакуируемся. Эвакуируемся. ЦЦ-шка улетает прямо с КСМами. Фэнтези пошел отбивать. Это же жесть какая-то. Хира стоит. Единственный газ свой отконтроливает здесь. Мазеркор улетает. Фэнтези разворачивается. Понимает, что Хира сейчас может выдвинуться. Пробку поймал здесь. Очень резко. ЦЦ-шка собирается сесть. Блин, если у нас такие все игры будут как это, мы будем до завтра просто смотреть. Но я не думаю, что будут и быстрые игры, будут и долгие у нас. Будут и разные матчапы. Так, симпатчица, два марика. Мазеркор не успеют они убить. Два марика, это реально мало. И хир так. Фэнтези пытается Мазеркор поймать. Неужели поймает? Это будет ключевым моментом. Мазеркор словила. Отлично. Качество падает. Сейчас восстановится, я надеюсь. Но колоссы Хира идут сюда. Фэнтези нужно взлетать, улетать. Просто ЦЦ-шку поднимать. Увозить, садиться. Это как миссия, как я вот в Волта недавно играл. Где Тош этот находится? Фэнтези что, подраться решил? Он что, блин, делает? Фэнтези, что же ты делаешь? На хрена тебе драться-то сейчас с этими колоссами? Ну на хрена? Ну ё-моё. Газ один всего. Минус колосс раз, минус колосс. Так, марика отвёл. Мародёров сплетанул. Разгромил Фэнтези двух колоссов и Сент-Рю. Хира сейчас ещё одного приведёт Сент-Рю. Но юниты вылечатся. Сейчас по очереди Хира отдаётся. Вот и качество припёрло. Ну что, Сент-Рю колосс против три мародёра Марик. Конечно же, здесь Фэнтези разберёт всё. 1-0. Блин, чудо-игра просто какая-то. И даже Газ не стал убивать. Фу! Вот это накал. Вот это... Это Близкон, ребята. Фу! Да. Ну что, ребят. Всем привет. Сразу пошёл у нас повтор. Эксплор. Так, Эксплорер, Гриш, использовался. Эксплорер вот с этим плеером или... с Твичовскими. Спасибо тебе, Туржо Энджин, за инфу. Ну, фу. Ну, давай проверим твою версию. Ну что, вторая игра. Сет 20 БВ. БВ будет после Нового Года. Я буду стримить турнир, который Русбрейн Кирилл запиливает. Крутой, скорее всего. Мы с ним об этом говорили. Ну, конечно, тренер будет подходить ведь эти же... Тут о больших призовых идёт речь, о главном турнире в году. Зачем он ещё нужен? Как не подойти на Близконе, если? С Твичом Эксплорер. Ну, давай этот попробуем. Может, этот тоже лучше будет. А, нет, тут качество режет. Дилея никакого нету уже давным-давно, если что. Так, ну давай попробуем действительно по твоему совету урубить твич здесь на Эксплорере. Мне кажется, что это не очень-то сильно поможет. Просто попробуем, будет фрезить или нет. По дефолту медиум мне поставил, я сомневаюсь, что мне нужен медиум. Ну что, попробуем. Попробуем. Нет, что-то Эксплорер не решает ни хрена. Дело в интернете. Короче, да. это ничего не решит, очевидно. Так, я чуть не понимаю. Чё там, всё ещё первую игру обмусоливают? Я не понимаю, я отстаю или нет сейчас? Чё за херня-то? Так, спиритолог, 600 пиковинов на эскадроте. Спасибо тебе. Очень-очень приятно. Понял, софу. Да этот будет скакать по ходу, я не знаю почему, видимо у них как-то... В респекте спиритолог. Ну, иногда бывает такое, не в замесах, приходит тут сталкер, Хира законтраливает, Марик одного забирает сейчас. КСМ-ка пытается ворваться. КСМ-ка вырывается на мейн, видит Twilight. Прекрасно сейчас Fantasy. Я думаю, что качество сейчас, не волнуйтесь, изменится. Ну, это будет происходить, но я думаю, ночью получше всё станет. Вот тут ничего не поделаешь. Да, вот оно возвращается. Твич вообще беда с ним какая-то последнее время, как этот плеер выкатили. Вот реально до того, как выкатили, вы помните, у меня до этого раньше лагал, Твич специально потом просто перестал идеально работать. Хоть 7 плееров открой, как бы все работают на сорсе. Ну, сейчас опять началась какая-то хрень. Ничего не поделаешь. Да и нормально, нормально. Ну, конечно, идиотизм делать плееры, где качество автоматом вот так вот скачет. Пусть лучше был бы фриз бы, ну как бы, на несколько секунд. Не знаю, спускается Fantasy, минус сталкер, раз, марики, 4 штуки, плюс мародер, еще одного сталкера на демоджил очень хуже. Так, у меня стоит, а где отключить-то? Я уже тысячу раз спрашивал, ребят, шарите где отключить, если качество, то подскажите, ребят. И также за поддержку всем огромное спасибо. Сейчас реклама появилась за адблоки, отключенные за подписку на премиум, за... Конечно же за... За поддержку по реквизитному писанию или через плеер. Я ни на кого не ставил, но в конкурсе, который от KeepBet проходит, где между комментаторами, там на Fantasy я запилил просто условно. ХЗ, где отключить? Ну вот в том-то и вопрос, что там нету кнопки такой в плеере никакой, значит все-таки там, наверное, такая хрень. Вот. Ну вот иногда там перепады. Большую-то часть в нормальном качестве показывает все равно, так что ничего страшного. Есть тикет даже, Илюха мне дал, но тикет как бы только с 6-го, 7-го будет 10. Может там получше будет, я не знаю. Без понятия. Где я смотрю на Battle.net? Тут какой-то... Я не знаю, там Twitch монтирован у них, наверное, тоже на Battle.net. Не знаю, что за плеер. Короче, ребят, минус пробка. Марика-мародеры заходят сейчас. Третью ЦЦ-шку Fantasy ставят. Лимита больше, рабочих одинаково. У Хира две фаржи, блин, колоссы. Это каким-то стареньким стандартом попахивает сейчас со стороны Хира. Всех рад видеть. Жаль, в такое позднее время близко он проходит. Но у кого есть возможность, оставайтесь, конечно же, до конца. Нет, на Twitch это я понимаю, здесь-то не Twitch. Здесь-то не Twitch, здесь другой плеер совершенно. Ну и что, Fantasy тут разбирает камни рядом с Хира, чтобы его напрягать очень и очень сильно. Вот опять с качеством какая-то хрень. Так, Кузьмин SPB, так я здесь и смотрю. Опа, здесь действительно какую-то ты мне другую ссылочку скинул, спасибо тебе. Сейчас проверю, как тут лагает, не лагает. Опа, кстати, здесь старый, здесь старый Twitch. Возможно, здесь лучше все значительно будет. Ну что же, здесь какой-то неудачный врыв от Fantasy был, был разобран он. И он там тоже фризит. Тоже фризит. Да, это как на обычном Twitch, так и здесь фризит. Здесь просто отображается, как старый плеер, видимо. Ну что, лимитов Fantasy опять же больше. У Хира как-то чудодейственным каким-то образом. Observer летает. Все контролят просто идеально. Fantasy отменил Nexus. И Хира вынужден пойти в Улынну. Боевого лимита Хира, между прочим, больше, чем Fantasy. А Fantasy, как и в прошлой игре, без викингов сидит, загружается и полетел дроп сейчас прямо сразу же. Билка поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно. Серег, спасибо за стримы и Сани на Баклаху. Спасибо тебе, Булка. YouTube. Скинь YouTube, пожалуйста, плеер. Очень буду признателен. Может быть там все значительно лучше. Сани на Баклаху не надо. Он что-то в последнее время много бухает. Ну что, Mother Core сейчас упадет. Fantasy грузится, улетает сразу же. Спасибо, ребят, еще раз за поддержку. Хира зашел к Fantasy. Лимит-то уже больше. ЦЦ-шку разбирает. Дома Хира отбивается, кстати. Нет, не отбивается. Здесь Fantasy прибежал. И к пробке пытается уйти. Нужно сейчас законтролить пробок, чтобы они не настроили там ни ксусов. Фэнтези законтролить не получилось. Хира уходит в итоге. ЦЦ-шки Fantasy теряет. Какая же поздняя реакция? Ну неужели пораньше не улететь было? Да хоть бараки-то уведи. Fantasy вообще ничего сейчас не уводит. Но пробки все пойманы в итоге оказываются. Боевого лимита примерно одинаково. Здесь вырубаются пилоны. Робо не работает. Апсерверов не будет. Хира пытается. И он увезет пробок на призме спасительной сейчас. 900 минералов у Хира банк. Пробок. Останется 8 штук у него, что в призме сидят. А у Fantasy нету ЦЦ-шки. В итоге все будет плохо. Спасибо, ребята, за ссылку на YouTube. Сейчас я проверю, как там все работает. Хорошо ли или не очень? Так, вроде хорошо. Попробуем. Да и качество там прикольное. Кстати, даже прикольнее, чем здесь. У меня такое ощущение. Вообще идеально идет. Ну что же. Давайте я сейчас пока не буду отсюда уходить. Посмотрю YouTube краем глаза по контролю. А со следующей игры можно его уже будет впилить. Fantasy летает. Пытается как-то Nexus забрать Хира. Nexus забрать не так просто будет. Хира начнет сейчас развиваться. Здесь все здания падают у Протса, естественно. Что дальше Fantasy будет предпринимать, я просто без понятия. Но если он не сможет разобот, качество начинает. Смотрите. Тупить я на YouTube. Прихожу сейчас. Так, здесь оставлю плеер пока. Спасибо за YouTube, ребят, большое. Вполне себе такое качество и лагов меньше. Не, не две минуты, но задержка есть, я смотрю. Задержка есть небольшая, но пусть лучше будет так. Ничего страшного. Гиты падают. Все, здание у Хира не останется. Но давайте посмотрим на боевые лимиты и скажем прямо. Вот эти все здания Fantasy не сможет фокуснуть. Эту армию Fantasy убить не сможет. И это значит, что это 1-0. Скорее всего. Ну что же, пока с 1-1-то вперед забегать не будем. Или уже GG Fantasy написал? А, не 1-0, в смысле, а 1-1. Да, я косячно сказал, все понял. О чем речь? Ой, улетает Fantasy. Куда он улетает-то с зданиями этими? Ну что, пытается как-то сплетануться. Там еще у Хира база-то так находится, что тут можно либо с рампа вот отсюда забежать и в лоб. Ну вот на три группы юнитов, да, если поделить, может быть что-то, я не знаю. Да нет, лимита Fantasy больше. Кстати, да, согласен с тобой, Косунаги. Можно фокуснуть, например, сейчас Nexus, попытаться, и тогда, может быть, будет ничья. Вот это самый реальный расплат в этой ситуации. Ну, как сказать реальный. Так, поехали. Ну что, бьется Fantasy High Ground. Филдов от Хира много. Гэ-гэ, ребятки, 1-1. Пилоту призмы карьер купить? Ну, смотря как будете поддерживать, донатить. Ха-ха-ха. Так и карьер. Да. Ха-ха-ха. Показывают повторно. Ну вот, долго Fantasy думал, идти в размены или нет. Вот этим стилем, когда ты играешь, в размены идти всегда очень круто. Почему? Потому что в лоб очень тяжело драться. И при условии размена, если тиран вовремя идёт, и CC-шки уводит, то, может быть, всё хорошо. Сейчас же в Fantasy как-то тысячу лет CC-шки идти уводил. Кто-то там Fantasy советует, что-то подходит, не знаю, кто это там. Хира сидит в гордом одиночестве, ему никто ничего не подсказывает. Это партинг. А, они же, да, они же там Dead Pixels, по-моему, в какой-то момент были в одной тиме. Партинг пришёл, Fantasy насоветовал. Голосовалочка, кто затащит, голосуем. Я за красивую игру. Больше людей за Hero, конечно же. Но Fantasy уже удивился в первую, но как бы она ни была последней. Следующая карта Мосты, кстати говоря. На этой карте размены просто вообще крутые. Очень тяжелая карта Мосты. Но сейчас он знает, что Hero definitivamente имеет этот момент, что он не хочет идти в долгое макро-game без того, чтобы дать дамаж. Что обычно, если вы Протов, это, к каким-то стандартам, как вы не можете сидеть дома и играть defensively и ожидать победить, потому что только Рейн может сделать это. И Hero не будет. Даже если он очень хорош. Да. Так. Happy User. До скольки трансляция будет идти? Я точно не могу сказать. Но в среднем по расписанию, и обычно примерно так и выходит, в среднем по расписанию полтора часа выделено на матч. Каждый матч и восемь. То есть, двенадцать часов будет, скорее всего, примерно все это великолепие длиться. То есть, ну, раз девять начинается, где-то ориентировочно до девяти утра все это будет идти. Вот. Ну что, Boost еще на Nexus пошел. А еще два шоу-матча, нет, шоу-матчи шестого и седьмого, наверное, все-таки будут. Скорее всего. Не сегодня они будут. Хотя можно глянуть, что там у нас написано, когда они. А, шоу-матчи после четверть финалов. То есть, короче, шестого и седьмого шоу-матча. Вот так вот. Куда еще сегодня? Сегодня и так столько Старкрафта будет, что шоу-матчи это будет. Блин. Спасибо, пацаны, за YouTube. Люблю вас. Вообще все четко. Четко. Магете. Всесильный чатик просто. Тут у нас все есть. И из Роскосмоса, и летчики, и врачи. И бичи. Ладно, шучу. Поехали. Пользователь Crash 3010 активировал премиум на ваш канал. Спасибо за премиум активацию. Ну что же. Третья игра. Стандартная ЦЦ-шка от Фэнтези, КСМ-ка на разведке. Два барака добавляются сейчас. Это 14-я ЦЦ. Ну школьники, конечно, ребята. Туда без школьников. Я шел. Вот и Чарлик пришел. Вот смайл шарит. Самое главное, что лохов нет. Понимаешь? Конечно, школьники есть. Я же учитель по образованию. Только, правда. Так, вчера Олег погулял. Да? Что тут стоишь? Здорово, Феррум. Кей 320. Спасибо, что смотришь. Я не знаю, про что Гриш Феррум. У кого там какой голос. Вот. Ты у нас мастер-ставочник. А я в конкурсе от Keep Better с пацанами тут наставил. Между прочим, на Фэнтези. Ну там как бы на условные единицы. Естественно, не на деньги все это. Не, в школе не работал. На практике был, конечно, там на четвертом, пятом курсе. И никнейм у меня был среди школьников 50 Cent. Я помню. Такое. Потому что джинсы по рыбачку были. Как-то они... А, рукавэр, помню. Да, вот они назывались. Ладно, хорош прохладных историй. Давайте игру смотреть. Стимпак плюс один делаются. Факта строятся. Сканет постоянно Фэнтези. Хочет увидеть, что у Хиро. Но ведь часть экономики-то он на этом теряет. Ну что, три барака у нас, ребятки, работают. Стимпак щиты делаются. Лабы две. Хиро двое фаржи. По стилю то же самое, что в прошлой игре делает сейчас Хиро. Васяк, РБК. Ну сейчас-то как бы уже я не такой, как раньше. Хип-хап, блин. Раньше, да, все любили. Как-то так. Ну что, прилетает дроп Колосса. Проблемы у Фэнтези на второй базе. Колоссу в башку сейчас. Туретка напекла ракетками своими. КСМ-ки уходят сейчас за Туретку. Он же прятается. Приходит два марика, два мародера. Отгоняет Фэнтези сейчас Хиро. И вот как-то так. Как-то так. Колосс улетает. Гейтов у Хиро плюс пять штук. Блинг делается. Вот подозрительно. Какой-то стиль у Хиро подозрительный. С добавлением просто гигантского количества гейтов постоянно идет. И непонятно. То ли он двухбазовая тема. А тем более, когда у тебя призма. Почему бы не сделать двухбазовую тему. То ли он собирается в Нексус. И посмотрите, как Фэнтези мне нравится, что он делает. Он не играет. Он стиль поменял кардинально. Он предыдущие игры без викингов играл. А тут, нате, два Старпорта. Масс викинги по четыре штуки сейчас будут. В стиле хэпича от билда стандартного Ходсовского последнего времени. И если Хиро... В особенности, если Хиро будет делать выход, это будет просто провал провалов на самом деле. Это будет разгром. Это будет разгром. Хиро делает выход. Викингов пока еще мало. Ой, как быстро Хиро приходит сюда. У Фэнтези викинги не успевают добавляться просто. Ну, сейчас четыре строятся. Скоро шесть будет. КСМ-ки выведены. Бункеры, мародеры сидят правильно. У них семь рейндж-талкерам, чтобы настреливать сейчас. Блин, контроль от Хиро вшел крутой. Викинги есть. Сейчас чуть не фокуснул Хиро. Сейчас одного из викингов. Но он ушел. Возможно, даже Хиро сейчас сменит свою стратегию. И с Пуша съедет, выйдет в третий Нексус. Но не вижу. Да, выезжает какой-то юнит. Судя по всему, третий Нексус будет направление удара. Он сменит через камень на вторую базу. Да, Нексус пошел. Все очень логично. И я считаю, правильно делает Хиро сейчас. Кей-320. 250 рублей на киви. Я тебя вижу. Спасибо тебе большое. Фэнтези меняет позицию. Сейчас викинги прилетают. Бункер есть. КСМ-ки выводятся сейчас. Нужно в бункер садиться сейчас. Отгоняет Фэнтези Хиро. Здесь два бункера также. Двойной дроп имеет Фэнтези. Сейчас полетел вперед. Ну что же. Здесь, правда, юнитов как-то мало остается. Колоссов три штуки уже. КСМ-ки почему-то уехали. Сейчас и Хиро поломится неожиданно. Может быть опасно. Дроп летит. Причем вне Вижена всех апсерверов. И это будет для Хиро неожиданно. Третий Нексус Фэнтези замечает и собирается именно его сейчас ликвидировать. Хиро прекрасно видит сейчас все это дело. Дроп пошел. Нексус скорее всего успеет Фэнтези отменить. Нужно именно Нексус фокуснуть. Сейчас ничто другое. Сталкеры очень близко находятся. Сейчас можно всех юнитов отдать на фокусе. Нексусу это будет не очень хорошо. Фэнтези отменяет Нексус Фэнтези. Теряет все. Это не очень хороший размен. Мягко говоря лимитов Фэнтези становится сразу меньше. Ну хотя бы просто без третьего Нексуса. Единственный положительный момент. Но вот так вот нельзя размениваться. Это слишком дорого. Хиро очень грамотно сейчас за свой Нексус забрал очень много юнитов. И это очень сильно решает в итоге. Ну что, 2-2 у Хиро почти готово. У Фэнтези вот проблема сейчас очень большая. У Фэнтези какая? Он запиливает 1-1. Запилил уже грейды. А 2-2 у него еще до сих пор даже не заказано. Третья ЦСшка не готова, но строится. Ну что, викингов уже очень много. Основной момент, чего нельзя сейчас в Фэнтези допустить. Это того, чтобы Протс вышел в шторм. Тогда будет тяжко. Вот, полетел куда-то в Фэнтези вперед. У Хиро 4 дарка уже варпанулись. Туреток у Фэнтези 0. Вот эта ошибка просто жадность тирановская. Нужно туретки иметь во всех направлениях сейчас. Дарки пойдут вперед. И не факт, что будет сейчас... Не факт, что будет сейчас этот... Сканы у Фэнтези. Сканит, видит, где Хиро находится. Позицию. 4 медивака на самую дальнюю Нексус залетают. Попытка фокуснуть колоссов с хайграунда здесь. С горы от Фэнтези. Колосс 1 фокуснул практически одного колосса. Нексус забирает, но... Всю армию отдал на Нексус. Ну, ё-моё. Нет, с такой игрой в Фэнтези будет очень тяжело, конечно, выиграть эту серию. По лимиту 140 уже на 170 в пользу Хиро. Здесь Нексус Фэнтези тоже заберёт, но... Нужно уходить. Сейчас контратака от Протса, конечно же, будет. Агрессивный блин вперёд. Слишком много Фэнтези сливает. И, конечно, уходить мародёров на этом, мариков. Призму фокуснуть викингами не получилось. Сейчас чисто держать оборону. Если получится сдержать здесь атаку Хиро, то шансы есть. Потому что третья ЦЦшка уже также есть. Хиро идёт сейчас на дальнюю вторую базу, сейчас в карман. Камни здесь одни, только... Будет менять направление удара, интересно, Хиро? Нет, идёт сюда. Здесь есть одни камни, и за счёт этого фронт будет очень узким для Хиро. Поэтому можно будет попытаться как-то вот здесь вот в этой горловине принять. Колоссов всего два, но не колоссы уже силу представляют. И Хиро понимает, что камни нужно обязательно пробить, чтобы атака успешной получилась. Камни пробивает. Агрессивный блин вперёд. Колосс падает номер один. Мазеркор падает. Корой колосс тоже падает. Бункера тоже... Бункера моментально просто сломал сейчас Хиро Фэнтези. 150 на 114 по лимиту. Но вот здесь в узких, может, каких-то проходах получится что-то сделать. Нецус восстанавливает, естественно, Хиро. Агрессивный блин под викингов пошёл. Био заходит сейчас в бараке. Пытается Фэнтези держаться именно вот в этой позиции. 91-130 по лимиту. Вижу, что Фэнтези более-менее неплохо дерётся. Но здесь и дарки, здесь много всё. Где скан, это дарки вырезают всё. Имморталы добрались до мародёров. Хиро начинает ломать скан очень позднее. Видимо, энергии не было. ЦЦ-шка дальняя погибла. 59-124, 2-1 Хиро. Это абсолютно точно уже как-то так. Ну что, скан ещё пошёл. По боевому печаль, по всему печаль. Сейчас ЕМП нету. Вот Фэнтези вышел бы в ЕМП. Может быть, если бы что-то получиться у него могло. Но он в него не вышел. Ну что ж, ГГ пишет. Фэнтези красавчик. Хиро слишком. То есть, идея эта правильная от Фэнтези вот так вот харасить. Но он слишком много тратил ресурсов. Слишком много юнитов отдавал. И Хиро в итоге просто контратакой за отсутствием экономики пошёл и Фэнтези убил. ГРУР ВЕМП Фэнтези ЭКРА СЕМИ ГРУР average из Он сказал, что это не имеет смысла, я просто беру третьей басе и демонстрирую. И, в конце концов, это было немного страшно в этом этапе. Когда его нексус уничтожил очень быстро. Но, как вы сможете демонстрируть достаточно, и вы сможете уничтожить большую армию, вы сможете всегда counterattack с 30-40 армией. Это одна из самых страшных вещей о Бридж-Headе. Презент Продос против Таран в этом сетапе, с такими ужасными решениями. Ты должен идти в пилотном районе, где мои колосси будут заниматься 3-дамажными. Мне нужно для меня сейферный натуральный, мои третьей басею слишком遠 от меня, просто снипы в. Очень, очень грустные рупые шансы. Да, мы вернемся к колосси, где мои колосси будут заниматься 3 СЦБ. Я думаю, у меня тоже было ничего. У меня было ничего, я тоже. Я учитываю, что ты... Я удачу, что ты лежишь в этом. Но, чтобы этот мир был очень большой. Так, ребят, нет, наших здесь нет, ребят. Естественно. Ну что, тут уже не на колодцах была ставка, конечно же, разобрал Фэнтези Хиро. В смысле Хиро Фэнтези разобрал. Лил был условно наш, ну пусть так будет, пусть Лил был наш. Хотя он такой же наш, как и все корейцы, в принципе. Ниндзя, спасибо, что смотрел. Сто рублей на Киеве еще приходит, Киев 320, спасибо тебе, вижу. Угорают товарищи тут. Аппарат, это делается звук, но я не могу не touchать это, так что это вообще. Профессионализм в Инконтроле, который расширил в бар и микрофон. Оптическая коммуникация. Ну что? Правильно говорит ТЛО, надо в размен играть. Ему нравится, что Фэнтези играет в размен, так как если ты не так силен, как твой оппонент, то это грамотно. Но тут как бы нужно сказать, что размен это не просто так. Вах, хочу в размен играть, пошел и выиграл. Тут тоже нужно опыт, то есть кто сильнее, тот и в размен лучше играет, соответственно. Ну Хиро пока вроде как и тащит. Короче, давайте смотреть, что дальше просто будет. Что-то произошло, потому что у них была низкая помощь, мы не могли бы это видеть. И в игре номер три, я тоже видел, что фэнтези играет в игре. Он остановил фэнтэк, очень хорошо, потом он начался лейтфринтить немного. Я думаю, что он скандал гораздо быстрее против этих игр. И может быть, он сделал несколько правильных игр против двух колоссов. Но я still чувствую, что Фэнтези ставит очень хорошие файлы. И это просто приходит к теме, что он может быть еще размен. Ну что, это какая-то долгая пауза у нас тут. Что-то ТЛО опять бородатый. Опять там турниры тащить собрался на спор. Бороду не брить. Опять, правда? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Понятное дело А я пожалуй бананчик маленечко вкусну Так, не ладно, потом Ну что, поехали 2-1 Кира ведет, железная крепость, я вижу карта следующая Опять же, для разменов очень неплохая Думаю, что тут, блин, ну вот такие вещи, конечно, нужно делать, когда ведешь Сейчас рисковать, сейчас рисковать очень опасно, какую-нибудь бы Ниндзи ЦЦ-шку в фэнтези запилить бы было бы замечательно, почему, потому что Хира может не ждать сейчас этого и от фэнтези, в принципе, тем более игры все строятся через размен, а это очень сильно может решить как раз при размене Сколько, кстати, времени? Ну, уже почти 11 Ну, не первая, а Бу-5 только идет Ну, дальше как бы не будет, только начальные болтовни между матчами, она, конечно, будет, но не дико жестко Ну что, Хира Нексус Фезд делает, то есть он 15-й Нексус будет играть, очень интересное решение, кстати говоря Не играет в Рипера Фэнтези, решение смелое, но карта на 4-х человек, почему бы и нет У Фэнтези Минки будут сейчас, ранние, или не Минки, либо Гелиончики, я не знаю, если, факта будет первая, если будет факта реактора, например, 2 Гелиона, могут приехать, вообще тут Хира сразу унизить Но, что будет делать Фэнтези, пока непонятно, пока непонятно, будет он в разведку идти, вообще тоже непонятно Хира сейчас приедет, естественно, поймет, что происходит Сразу идет пилончик вот там, вот под рампой, чтобы ничего не проходило никуда Наверное, точнее, чтобы одним юнитом было очить рампу Вот так вот А Димага играет еще в моде или шуткой? Кэш в моде, Димага всегда в моде Но не сегодня Не сегодня Димага играет В 2012 с братком в Венерах Ну что, пробку принимает Фэнтези, это очень хорошо для него, потому что Хира не будет знать, что происходит И, кстати, игре, если это передроб Марика Гелиону будет, то тоже может быть жестко Очень Если передроб Марика Минок, то тоже неплохо Хотя Минки, наверное, самое такое Это Гелиончики, Марика Гелиона В Фэнтези нужно срочно идти на разведку, нужно найти, где он не знает, что кросс-риспы сейчас Гелиончиком съезди, Фэнтези, проверь, где же живет твой оппонент Ну вот если Гелиона сейчас, правда, показать, то тоже хорошего здесь мало Но если Фэнтези приходит до оверчаржа, там 6-7 мариков или 8, я не знаю, плюс 3 Гелика Здесь, ой, как Хира, больно может быть, ой-ой-ой, очень больно может быть По его лимиту, естественно, Фэнтези больше будет Видеть, что Хира нету снизу Пойдет сейчас на кросс, на кроссе найдет, естественно, его Зилок двигается вперед Зилок Зилком хочет Хира узнать, что происходит Гелиончик сейчас приедет Ну тут все будет от контроля зависеть Так, приезжает Фэнтези, заезжает, видит Нексус Куда ты, Гелик, это отдаешь? Ну зачем? Отдает Фэнтези Гелиона сейчас Ну, разведка нужна, действительно, ему информация очень сильно нужна была Но, по-моему, достаточно, если ты Фэнтези так и так вперед полетит, ведь это очевидно Зачем отдавать юнитов на разведку? По Робам, конечно же, гигантская преимущество сейчас в Фэнтези Армари пошло! А Армари-то зачем? И Лаба на факте Не похоже это на Хелбатов, конечно Ну, по-моему, тут Фэнтези что-то перемудрил реально в последней игре Роба у Хира строится Очень странно Пользователь агрессивы Дарки активировал премиум на ваш канал Так, уходит Минка Медивак пустой прилетает Минка одна закопала сейчас на мэне А в сервер у Хира строится Марики сплетятся Минус закопкой Да, кстати, это минус закопкой Это интересное решение Посмотрим на исполнение Блин, это очень интересное решение Но посмотрите, сейчас Хира делает контр-пуш с трех гейтов Против таких билдов он дико решает А тем более у Фэнтези сейчас бункера нет Вот три сталкера вар пошел уже сразу же Плюс был билд-то 15-й Нексус То есть экономика сильнее, чем стандартная обычная экономика Поэтому не факт, что получится сейчас Фэнтези достаточного дэмэджа нанести Минки Минус Марики Три сталкера пришло, три сталкера живые Бункер отменяет сейчас Хира Нужно бункер отстраивать СС-шка готова, нужно улетать Минка на хайграунде есть Фэнтези понимает, что снизу уже будет тяжко отбиваться Вот в последней игре, да, тут такие билды надо делать не в последней игре, согласен абсолютно Вот По лимиту провалу Фэнтези Но! Вот реально, пару удачных врывов на закопочке, на минках на этих И будет все хорошо Но! Факта-то, посмотрите, ее надо на реактор переводить, эту факту срочно И уже пытаться что-то сделать Есть аптеррер здесь Нужно аптеррер фокуснуть Нашел уязвимое место Хира Депошку подрезать Ну да, здесь колоссальное преимущество уже Хира в этой игре Спасибо, ребят, за поддержку За подписки на премиум Еще раз я выражаю вам Агрессив Агрессив Дарки Спасибо тебе Ну что, минка на мейн прилетают Минки летят и на вторую базу А что Хира, законтролил, увел? Да, законтролил, все увел Понимает, видимо, что закопочка уже Должен понимать Хира, что там закопочка есть У Фэнтези Четыре пробки подрезают минкой дробом сейчас Завтыкал Кто там сидит, я не понял Кто мышкой-то кликает Каждый минки-то на вторую вообще не видит Печаль Сеточку тебе кинут в чатике Конечно же Илончик Фэнтези убивает Ну, кстати, по рабам нагнал И по лимиту почти нагнал Минками заставил рабочих покататься Но сейчас проблема основная Я вижу, Фэнтези какая Хира делает сейчас Две форжи билд А у Фэнтези по грейдам будет полный провал Плюс три гейта добавляется Если Хира будет какие-то выходы Агрессивное дело Здесь у Фэнтези очень мало бил Еще пока Короче, тяжко может быть Здесь у нас один зилок в призме летает Как царь зератулом себя представил Призма разминулась с медиваком Не заметил Хира Здесь есть танк И зилок, посмотрите, к танку приходит Неужели убьет сейчас? Еще заблочил Хира, чтобы танк не мог уехать Посмотрите Да, вар, еще пара зилков идет Чтобы танк не уезжал Но отогнал Фэнтези вычинит в итоге танк Нужно КСМ вывести пару-тройку Да, что он и делает Танк будет вычинит И сейчас очень важно Как четыре минки воруются Но вот эти, посмотрите 86 хп у медивака Ну что за дроп это, блин На медиваках желтых Ну тут правда Хира если не среагирует А в сервере у него в этом направлении нету То главное успеть закопать Закапываются они моментально с этим грейдом То есть можно в принципе подрезать Рабочий фэнтези что-то там ждет очень долго Видимо выверенно хочет ворваться Тогда, когда Хира выйдет там на третий Или еще куда-то Я не знаю Может быть За счет того, что отвлекать будет Попытается одновременно Отвлекая Дропнуться в рабочих Четыре минки Кстати говоря От них очень тяжело Пробок будет успеть увезти С закопочкой Когда минки Третью цешку фэнтези закладывают По лимиту уже вперед вырвался Сейчас Но Посмотрите на грейды Вот где провал Плюс один у фэнтези А у Хира уже 2-2 делаются Это очень опасная ситуация Спускается Хира вниз Фэнтези готовит врыв Сейчас Нет, не готовит Госса поддержал ваш канал На сумму 200 рублей ровно Чатику привет Красивых нам игр Помеч спасибо Вот какой голос милый Помеч спасибо Только неправильное ударение Спасибо Тегусу Ну что Третий некст отменяет фэнтези Пытается отменить Минки Кап 16 пробок минус Вот он врыв 18 минус Пожалуйста Один врыв И ситуация сразу же В игре Координально меняется И минки до сих пор Кстати одна на рампе закопана Но Как фэнтези будет отбиваться Из Лихиры в лоб Попрет сейчас Я не знаю Если честно Медиваки летают Фэнтези сканит Апсиреров Пытается везде сбить И даже успешно это делает 152 лимит на 127 Танк кстати тоже Очень сильно будет решать В обороне здесь Ну как-то на краю прям стоит Очень опасно Нужен сплит Нормальный агрессивный Блин вперед Куда там хера попер Два сталкера сразу минус Отходит фэнтези назад Медиваков очень много Вернулись юниты домой Третью ЦЦ Сейчас конечно же Хера попытается подрезать Ее очень тяжело будет Фэнтези засейвить Почему? Потому что сталкеров Слишком много Слишком много сталкеров ЦЦ Падает Но лимит у фэнтези Всего впереди сейчас Спускается вниз Будет ли врыв на минках Прямо в эту армию процесса Пошел фэнтези вперед Филды Ставят хера Минки копаются Очень хорошо Но не все фэнтези Успел закопать Как же блин Какое исполнение Ужасное Часть минок Где-то 4 не закопалось Ну как же так Ну фэнтези На это ставка Все Хера идет громить Четыре колосса Это 3-1 В пользу хера Я в этом уже уверен Абсолютно В размен фэнтези Пойти не может Сейчас Видно Видно Вот сейчас Какой момент был Очень тонкий Для Старкрафта Объясню его суть Фэнтези полетел Видел что хера Сделал от шаг назад Испугался Был Ну вот Медиваками Сам мув назад сделал А потом подумал Все равно ворвусь Нельзя так Никогда делать Если первый мув Не получился Нужно Выверенно позицию Занять И попытаться Сделать в другой раз Если же ты поздно Делаешь У тебя никогда Не получится Вот так собственно И вышло Фэнтези прилетает Размен на 81-147 Ну что ты летаешь Ты летает Что тут вообще Сейчас хера Телепорт домой Сделает просто И все Да Телепорт домой От хера Фэнтези пытается Колосса зафокусить 2-3-4 Зафокусил Кстати говоря Неплохо Фэнтези здесь дерется Ну 49-80 95 по лимиту Все Минус фэнтези 3-1 хера Ну слишком было Конечно Естественно Слишком большой был бы Сюрприз Если в фэнтези Выиграл хера Но был заманчивый Коэффициент Игру одну взял Все таки Неплохо Так 20 долларов Мне на Вебмане Приходит От малого Давно Пора было Это сделать Спасибо большое Тебе Серега За стримы Очень приятно Малой Спасибо тебе большое Обнаружил я Случайно Здесь Ну что же Первая пара Закончена Но Для истинных любителей Старкрафта Вы сами понимаете Все только начинается Следующая пара Это великолепная ПВЗ У нас Бьял Классик Не могу даже Примерно Представить Сколько у нас Паузы Здесь будут Ну какие-то Паузы будут Абсолютно точно Кит Конечно же нет ХЗ Кто Ты откуда у нашего Толстого 20 баксов Ладно Все Закроем эту тему Так Так Ребят Стоп Старт Делаю Продолжение следует